МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости недели на телеканале Беларусь4. Из всех событий, уходящих 7 дней, мы выделяем главные, не упуская ключевых деталей, даже в праздник. Здравствуйте! Христос воскрес! Православные верующие сегодня празднуют Пасху. Символ дружбы двух братских народов, духовного и культурного единства. Беларусь и Россия отметили День единения. Диалог с властью. Председатель Гомельского областного исполнительного комитета Владимир Дворник провел прием граждан по личным вопросам. Отцовская забота. О проектах по подвижению в регионе наше актуальное интервью. Все подробности этих и других событий из жизни региона в ближайшие 26 минут. Сегодня православные верующие отмечают главный религиозный праздник – Пасху или Светлое Христово Воскресенье. Отстоять всю многочасовую ночную службу отваживается не каждый. Но осветить куличи и яйца, как говорится, дело святое. Воскресным утром Гомельский кафедральный Свято-Петропавловский собор посетила наша съемочная группа. Сегодня Светлое Христово Воскресенье. И на самом деле, после бесконечной зимы и хмурого неба, день Пасхи, пронзительно светлый, ясный и солнечный, пробуждающаяся природа, трели птиц, оживляющие вместе с детскими голосами и колокольным перезвоном парк вокруг Свято-Петропавловского собора. От красоты, умиления и чистой радости, которую приносит этот праздник православным, замирает сердце. Такой святой праздник, он дает здоровье всем, и в ручки, и в ножки, и в животик, и в кости. Пусть все будут счастливы, пусть будет мир на земле, чтобы люди дружили друг с другом, божали друг друга, понимали друг друга. Счастья всем! Христос Воскрес, воистину Воскрес! Спасибо, да, мы всей семьей сегодня посетили. Церковь, здоровье, счастье всем, это поистину светлый праздник. Всегда этот праздник связан с надеждами на будущее, хорошее будущее, красивое будущее, благополучное будущее. Христос Воскрес! Поистину Воскрес, да, поцелуемся. Со светлой Пасхой всем хочется пожелать здоровья крепкого, счастья в этом мире, чтобы мир был на всей земле. Пасха – самый большой праздник христианского мира, знаменующий победу жизни над смертью, победу над грехами и дающий надежду на вечную жизнь. В этот день вспоминают воскресение из мёртвых Иисуса Христа после Его распятия на кресте за грехи всего человечества. Это очень великий праздник. Мы к нему готовились долго. А как? Как подготовились? Постились. Пост продолжается 40 дней. Ходили причащаться, исповедовались. Детей переводили. У меня их трое. Издавна принято, что первой едой после Великого поста должны стать освященные крашеные яйца, кулич и творожная Пасха. Наша съёмочная бригада не смогла запечатлеть о всё небывалое многообразие кулинарных шедевров, которые прихожане принесли осветить в этот день к храму. Но можно сказать абсолютно точно, чтобы испечь каждый кулич, люди тратили не только своё время и мастерство. Они вкладывали туда свою душу. С самого маленького возраста, то есть как покрестили, мы часто ездим в храм, ему там нравится. Мы стараемся ездить на причастие и приводить ребёнка в церковь, рассказывать, пытаться хоть как-то через игрушки, через игры, что такое вера, что такое Бог, кто это. Но сколько бы символов не имело воскресение Христа, священнослужители призывают помнить не о внешнем, а о внутреннем, укреплять свою веру и освящать в первую очередь сердце и душу, жить только с чистыми помыслами. Боже воскресший Христос поможет всем нам обновить наши души, обновить наши мысли в добром начинании, быть всегда дружными, любить друг друга и любить нашу страну. Христос воскресе! В день празднования православными христианами Пасхи по Гомельским улицам ездила передвижная звонница. Она отправилась от Свято-Петропавловского собора и провезла благодатные огонь по церквям и храмам города. Везде огонь из Иерусалима встречали сотни прихожан. Но этим ритуалом празднование Святой Пасхи не завершается. Пасха празднуется 7 дней. Этот период называется Светлой Пасхальной Седмицей. Ежедневно в храмах совершается богослужение с открытыми царскими вратами иконостаса в знак того, что Иисус Христос навсегда открыл врата Царствия Божьего людям. 40 дней после Пасхи до Вознесения люди встречают друг друга приветствием Христос воскресе и ответом воистину воскресе. Кроме того, эти 40 дней как нельзя лучше подходят для совершения добрых дел. Можно подарить немного внимания, заботы и теплоты своего сердца тем, кому они так нужны. Марина Джала, Игорь Морищенко, Новости недели. Вы смотрите Новости недели. Мы говорим о главных событиях уходящих 7 дней. Программа продолжит обзор от службы информации. Председатель Гомельского облсполкома Владимир Дворник провел прием граждан по личным вопросам. Часть проблем, волнующих жителей региона, удалось решить еще до начала приема. Содействие в трудоустройстве, установка дорожных знаков и оформление опеки над несовершеннолетними. Этими вопросами займутся местные власти. А вот у Ирины Тихинской из Гомельского района накопился целый комплекс проблем. В 2010-м женщина приобрела здание бывшего сельского клуба в селе Будатин. Она планировала сделать из него жилой дом, но пока не реализовала эту идею. Говорит, что мешает целый ряд факторов, а самое главное, необходимо перенести дорогу, которая проходит рядом. Кроме того, женщину волнует правомерность проведения сельчанами благоустройство земель общего пользования, законность размещения водопроводного колодца и линии электропередач. Владимир Дворник убежден, при принятии окончательного решения необходимо действовать в рамках законодательства и не причиняя вреда соседям. На решение проблемы отведено 10 дней. Разделите, что там с водопроводом, с дорогой, где кинуть это кольцо, где его сдвинуть, ставьте коммунальное хозяйство, дорожники сделают эту дорогу и снимут проблемы. Нашли проблемы. Я бы наоборот рад, что пришел сюда человек жить к вам. Глава региона дал поручение посетить деревню Будатин специальные комиссии, в состав которой будут включены депутаты всех уровней от сельского совета до национального собрания. Ее задача – встретиться со всеми заинтересованными сторонами. Движение по обновленному мосту через Припять в Житковичском районе планируют открыть в ноябре. Об этом шла речь на заседании комиссии по ЧАЭС при Гомельском обл. полкоме, которое прошло в Житковичском районе с участием заместителя премьер-министра Белоруссии Анатолия Калинина. На заседании комиссии поставлена задача не позднее 19 мая подготовить площадку для демонтажа аварийных участков моста. Планируется, что в начале июня они будут взорваны. В результате бетонные коробки с повреждениями будут сброшены на подготовленную площадку для последующей разборки. После этого будут возведены временные сооружения для монтажа металлического пролетного строения. Движение по обновленному мосту планируют открыть в ноябре. Весь комплекс работ, сопровождающий объект, завершат в 2019 году. В настоящее время также ведутся работы по изменению русла реки. Движение судов по новому руслу планируется открыть после 20 апреля. Девять районов Гомельской области начали сев яровых. Переизбыток влаги в почве пока сдерживает начало работ в остальных районах. Они должны вывести технику на поля на следующей неделе. В этом году под ранние яровые культуры в Гомельской области отведено около 160 тысяч гектаров. Кроме того, в середине апреля сельхозпредприятия должны будут начать сев кукурузы. Федерация профсоюзов Беларуси объявила месячник безопасности накануне посевной. За три недели инспекторы труда Гомельского областного объединения профсоюзов установили около 600 нарушений правил охраны труда на сельскохозяйственных предприятиях. Среди наиболее распространенных отсутствие спецодежды, ненадлежащие бытовые условия использования самодельных приспособлений. Проверки продлятся до 15 апреля. При их проведении внимания инспекторов труда, наличию средств пожаротушения и медицинских аптечек, прохождению работниками инструктажа, организации предрейсового осмотра, а также техническому состоянию сельскохозяйственных машин. По поручению главы государства работники МЧС проверили торговые центры и места массового сбора людей. Главное внимание вопросам безопасности. В Гомеле проверка прошла на 21 объекте. Как сообщили, в городском отделе по чрезвычайным ситуациям выявлен ряд типичных нарушений. Среди них неисправность первичных средств пожаротушения и системы оповещения, загромождение путей эвакуации, в отдельных объектах планировка торговых зон не соответствует проектной документации. Не все смогли обеспечить и свободный подъезд к зданию для аварийно-спасательной техники. По выявленным нарушениям начат административный процесс. Подробная информация о результатах проверок расположена в виде интерактивной карты на официальном сайте МЧС 112.BY. Белорусы снова придут на помощь лесникам. Одиннадцатый год подряд в Беларуси пройдет неделя леса. Начнется республиканская акция 14 апреля. Лесхозы Гомельской области уже принимают заявки на участие. В прошлом году свой вклад в приумножение лесного фонда страны внесли около 82,5 тысяч человек. Их руками посажен почти 21 миллион деревьев. Праздник весны и творчества. В Будокошелевском районе прошел фестиваль скворечников. Каждый домик для птиц оценивался по множеству критериев, в том числе оригинальности и функциональности. В результате лучшей признана работа жителей Кошелевского сельсовета. Коммунаровский сельсовет получил гран-при как самый активный во всех конкурсных испытаниях. Новый туристический маршрут презентовали в Калинковичском районе. Гостям предлагают посетить музей леса и музей деда Талаша в Лясковичах, а также знаменитый Юровичский монастырь. Финальную точку в путешествии поставят в Овтюках. Ставку делают на национальные традиции, юмор и блюда белорусской кухни. И, конечно, среди важных событий этой недели День единения народов Беларуси и России. Он отмечается 2 апреля. В этот день в 1996 году был подписан договор о создании сообщества двух государств. В Гомельской области к этой дате приурочили целый ряд мероприятий. От торжественного собрания до молодежной скайп-конференции. Кроме того, делегация региона посетила российский новозыпков, где приняло участие в совместной праздничной акции. О самом главном и запомнившемся сюжет наших корреспондентов. 2 апреля 2018 года. Гомельский областной драматический театр. Именно сюда приходят участники торжественного собрания. День единения народов Беларуси и России точка отсчета установления тесных связей между государствами во всех сферах, включая экономическую. Только за прошлый год товарооборот Гомельской области с российскими партнерами достиг 5 миллиардов долларов. Среди наиболее значимых партнеров Брянская, Московская, Воронежская области, а также Москва и Санкт-Петербург. Представители российских регионов постоянные участники Гомельского экономического форума, что позволяет реализовывать новые взаимовыгодные проекты. В мае этого года они приедут в Беларусь вновь. Примут первые лица участия и по всей вероятности будет подписано определенного рода соглашение, которое предопределяет наше социально-экономическое развитие на ближайшие годы. И развитие железнодорожного транспорта, цифровой экономики и ряд других направлений. В этот же день в Гомеле проходит еще одно белорусско-российское мероприятие, ориентированное на молодежь двух государств. Во время скайп-конференции представители Гомельска и Смоленской областей в режиме онлайн подвели итоги тематического конкурса под названием «Мы едины». Он проходил в интернет-пространстве и был посвящен теме малой родины. Впрочем, часто малая родина у жителей соседних регионов Беларуси и России одна. Расстояние от Гомеля до Новозыпкова по трассе чуть более 70 километров. Такое близкое соседство позволяет не только часто ездить друг к другу, но и хорошо знать ситуацию в соседних странах. Еще один повод для добрососедских отношений – общая история. С 1919 по 1926 Новозыпков входил в состав Гомельской губернии, которая тогда была административной единицей российского государства. Впрочем, живут здесь не только прошлым. Налажены добрые добрососедские отношения с Гомельским государственным университетом имени Франциска Скорина, с Гомельским филиалом международного университета МИЦО. Студенты этих вузов принимают участие в наших студенческих конференциях. Наши студенты регулярно принимают участие в их предприятиях. Поэтому наши студенты российские прекрасно знают о жизни белорусских студентов. В составе Гомельской делегации представители областного отделения Белорусского фонда мира и учащиеся средних школ. Их приезд планировался специально. В этом году наших миротворцев в российских регионах встречали в девятый раз. Однако в формат акции внесли коррективы большинство участников – представители молодежи. Мы считаем, что молодежь – это будущее. И от того, как мы их сумеем воспитать, направить, рассказать, что такое союз, и как мы должны быть, и будет зависеть будущее. Поэтому я вот именно считаю, что сегодня эта встреча очень важна. Повторяю, потому что студенты, которые завтра будут специалистами, будут руководителями, и они же будут проводить соответствующую работу в тех коллективах и организациях, где будут работать. На сцене коллективы из Гомельской и Брянской областей. Друг друга сменяют учащиеся и студенты белорусских и российских учреждений образования. Хотя без старшего поколения все равно не обходятся. Народный ансамбль славянской и казацкой песни «Ритмы сердца» Гомельского городского центра культуры исполняет песни на двух языках. Равнодушным в зале не остается никто, аплодисменты уже не прекращаются. Более двух часов праздника хорошего настроения и настоящего единства народов и поколений. Визит гомельчан в российский Новозыпков завершает с исполнением песни о двух сестрах Беларуси и России. И это не просто символ. Две сестры И намек дана Бога на двоих, одна судьба Одна дорога Две сестры В целом мире нет красивей Две сестры Беларусь и Россия Две сестры Беларусь и Россия Праздники проходят, и жизнь возвращается в свое русло. Еще один день единения народов Беларуси и России уходит в историю. Но тема единства для жителей двух стран по-прежнему остается актуальной. Жить в мире, согласии и взаимопомощи Этого хотят по обеим сторонам границы. Это очень важно для наших двух государств. Тем более мы же, в принципе, все славяне. Все должны жить дружно вместе, поэтому Я считаю, что это все-таки нужно. Это же братские, как говорится, родные люди нам по кругу, по образу жизни и все. Конечно, надо. Но я считаю, что Обязательно союз должен быть. Считаю, что нужен. А почему? Ну, это наша Давняя история, где мы Дружили Вместе с странами. Поэтому, я думаю, не нужно нарушать Нашего братства, единства. Конечно, нужен. Мы славяне. Олег Сентюров, Ольга Коновалова, Евгений Макенко. Новости недели. Старые, добрые, часто забытые дворовые игры. Ностальгия старшего поколения. А еще, настоящее открытие для современных подростков. На днях возрожденный рух дворовых гульнял был презентован советом отцов Гомеля на городском молодежном форуме «Время вперед». Об инициативах и проектах «Папа движения в регионе» мы попросили рассказать председателя совета и идейного вдохновителя организации Сергея Бычкова. Сергей, в какой момент отцы Гомеля решили объединиться? Что к этому подтолкнуло? В 2009 году мы с ребятами были волонтерами Минского городского социального центра обслуживания семьи и детей. Уже в 2009 году мы начали делать какие-то проекты для отцов. Задумались над этим и начали делать папа-школу под руководством Минского городского центра. Потом прошло несколько лет и в 2016 году мы решили, что мы достаточно самостоятельны. У нас появились другие проекты, другие планы. И мы создали общественное объединение с тем, чтобы популяризовать основной идеей и целью популяризовать отцовство, семью и семейные ценности. Один из ваших самых популярных, на мой взгляд, проектов, действительно полезных – проект «Папа-школа». Это своего рода попытка заполнить недостаток информации для молодых родителей? В том числе да. Почему так получается? Потому что куда родители обращаются, когда появляется такая нужда, потребность – это интернет. В интернете очень много информации. Переизбыток – это плохо на сегодняшний день, потому что не понимаешь, кому доверять. Здесь, когда ребята приходят к нам, они получают, наверное, самую актуальную, свежую информацию. Почему? Потому что мы работаем в тесной связи с медицинскими учреждениями, с поликлиникой. Нас постоянно консультируют психологи, также медики. Мы не занимаемся, например, медицинской помощью или психологической помощью. Мы проводим курсы, которые можно подвести под формат равный-равному. И мы делимся своим собственным опытом. Понятно, каждый из нас прошел соответствующую подготовку для того, чтобы вести эти курсы. Еще проекты совета отцов Гомеля, Папа-зал, Рух дворовых гульня, турниры по футболу – это то уже, что стало частью жизни областного центра. Это не только, как понимаю, формирование здорового образа жизни, но и отчасти попытка поднять родителей с диванов и объединить с их детьми, объединить в семье. Вот вопрос, мне не хотелось бы ставить таким образом, чтобы поднять родителей с дивана. Но ведь такая проблема тоже присутствует. Да, согласен, но мы с ней как-то не сталкиваемся. Больше мы для чего это делаем? Основная цель – популяризация отцовства, семьи и здорового образа жизни. И просто, когда мы это делаем реально вместе, мы просто делаем площадку, на которой соединяются родители, дети, на которой есть возможность показать друг другу пример, как-то повзаимодействовать, как-то просто порадоваться вместе, сделать что-то полезное для себя в том числе и для окружения. Могу поздравить, теперь уже в телеэфире совет отцов Гомеля стал победителем престижного конкурса грантов «Будь здоров». На что потратите деньги доноров, которые полагаются за победу? Да, это инициатива «Рух дворовых гульнов», которую будет проводить и проводит уже Совет отцов города Гомеля в партнерстве с Евросоюзом, с Министерством здравоохранения. У нас есть также партнеры по Гомелю, это отдел образования железнодорожного района и Гомельская детская клиническая поликлиника. На что финансирование проекта? Мы планируем построить площадку для воркаута, большущую площадку, такой в городе нет, где-то на 200 квадратных метров. Мы надеемся реализовать это уже в теплое время, когда наступит теплое время уже у нас. Дальше будут потрачены на организацию проведения турниров по футболу, стритболу, выбивала, тех же турниров по воркауту. И на маркетинговое развитие, скажем, этих проектов, на медали, на закупку инвентаря, чтобы мы могли просто все это проводить на открытых площадках. Знаю, что папазалы стали появляться и в других регионах, не только Гомельской области. За это, наверное, спасибо от всех молодых отцов. А вот можно ли спрогнозировать так, что Совет Отцов со временем станет не региональным, не только региональным, а республиканским, возможно, с центром в Гомеле? Прогнозировать возможно. Мы с ребятами изначально приняли для себя такую идею, что мы не будем показывать того, чего у нас нет. Потому что, на самом деле, когда мы делали городское общественное объединение, можно было сделать все областным, хватает друзей. Но по факту мы не являемся таковыми. Поэтому мы решили то, что мы есть, мы то делаем. И, на самом деле, мы просто развиваем наши проекты. И так хорошо получается, что они развиваются по Беларуси не только, потому что папазал на сегодняшний день есть в России и на Украине, в том числе. И, может быть, со временем мы придем к тому, что будет Совет Отцов Республики Беларусь. Потому что есть, например, Совет Отцов России. Такая достаточно представительная организация на сегодняшний день. Более мы очень дружим с Советами Отцов России. Там их достаточно много. И такая идея есть. И она просто, наверное, ждет своего часа. Я понял. Мы в начале большого пути. Спасибо за идеи и проекты. До новых встреч. Спасибо. Далее в программе – обзор культурных событий региона. На уходящей неделе они в основном были посвящены самому главному и светлому христианскому празднику – Пасхи. С подробностями Вероника Ворошилина. Икона – источник человеческой веры, надежды и покаяния. К священным ликам люди обращаются самыми сокровенными просьбами и искренними глубокими молитвами. Во Дворце Румянцев и Пасхевичей на уходящей неделе представили шедевры белорусской иконописи 17-го первой половины 19-го веков из фондов Национального художественного музея страны. Эти редкие произведения сакрального искусства отражают историю и душу своего народа. Во Дворце Румянцев и Пасхевичей разместилось более 30 произведений, которые входят в золотой фонд нашего национального достояния, особая манера письма, состояние образов великов, тонкая передача духовной близости народа и богоявления. Представленные работы демонстрируют уникальный сплав восточных и западных тенденций и иконописи. Долгое время эти экспонаты находились на реставрации из-за сложности восстановления своего первого красочного слоя. За последние 20 лет они покидали стены Национального художественного музея всего несколько раз. В 2016 году выставка с триумфом прошла в Ватикане. Здесь же, во Дворце Румянцев и Пасхевичей, сейчас можно познакомиться с выставкой «Земля и небо» известной гомельской художнице Светланы Нардрин-Плотницкой. На живописных полотнах образы небесного и земного, духовного и материального, как единого целого. Творческие работы под условным названием «Небо» олицетворяют авторское христианское мировоззрение художницы. Стремление к духовному развитию. Образы земли предстают в обобщении пейзажных и народных мотивов. Выставка освещает 20 лет упорного труда и творческих поисков Светланы Нардрин-Плотницкой. Представленные картины отражают живописные уголки родной белорусской земли. Впечатления автора от паломнических поездок по святым местам Иерусалима. А также портреты святых в земной жизни, в том числе нашего земляка, святого праведного Иоанна Кармянского. А в Гомельской областной универсальной библиотеке имени Ленина звучала искренняя и возвышенная духовная музыка. Здесь состоялся концерт камерного хора Гомельской областной филармонии под руководством художественного руководителя и главного дирижера, заслуженного деятеля культуры Республики Беларусь Елены Соколовой. Ценители высокого искусства погрузились в мир глубоких церковных и классических музыкальных произведений, неповторимых шедевров русских и зарубежных композиторов. Разнообразие репертуара и высокое исполнительское мастерство сделали камерный хор Гомельской областной филармонии, известным не только в Беларуси. Коллектив неоднократно выступал с концертами на лучших мировых музыкальных подмостках. К слову, в апреле камерный хор областной филармонии под управлением художественного руководителя и главного дирижера, заслуженного деятеля культуры Республики Беларусь Елены Соколовой приглашает зрителей на свой пасхальный концерт. Он состоится в Гомельском дворце культуры железнодорожников. Гости вечера смогут насладиться неординарной интерпретацией, удивительной красотой и гармонией духовных песнопений. А дворец Румянцевых-Паскевичей представит фортепианную концертную программу «Годы странствий». Она прозвучит в исполнении дипломанта международных конкурсов и фестивалей Екатерины Фабишевской. Благозвучная фортепианная музыка позволит слушателям ощутить яркие чувства, впечатления и эмоции, полученные автором творческого проекта от многочисленных путешествий по миру. Усадебный дом Козел Поклевских населенного пункта Красный берег Жлобинского района приглашают на выставку вышивки «Фантазии полет и рук творения, и мастерство, и вдохновение» местных мастериц Вероники Хорт и Светланы Петрушенко. Экспозиция посвящена году Малой Родины. А Мозорский объединенный краеведческий музей приглашает зрителей на выставку барельефной живописи. Автором работ является начинающий художник Александр Донченко из городского поселка Октябрьский Гомельской области. Это первая персональная выставка мастера. С самыми интересными культурными событиями региона воззнакомили Вероника Ворошилина и Валерий Копанько. Обзор подготовлен специально для программы «Новости недели». На этом у меня все. Мы встретимся вновь в следующее воскресенье, чтобы вместе подвести итоги недели. До свидания. Продолжение следует...